Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой-Эпштейн На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Доброе утро, друзья Здравствуйте все слушатели Радио Балком Олег Пек в студии И сегодня у нас культурная среда Наконец-то Елена Привалова-Эпштейн Вернулась из России Здравствуйте, добрый день Здравствуйте, дорогие радиослушатели Здравствуйте, Олег С фестиваля, да Может быть, ну пару слов все-таки тоже Может быть, о том, как проходит в России Фестиваль организованный И сегодня в нашей студии Пианист и организатор концертов Артур Ценгу Здравствуйте Добрый день И мы поговорим не только о ближайших музыкальных концертах Ну, о событиях, которые произойдут со среды по среду Может быть, даже чуть-чуть дальше заглянем Ну и, ну я надеюсь, вообще просто пойдет разговор о музыке Вы можете тоже присоединяться Телефоны в студии 67-212-93-9-6-7-213-93-9 Пишите нам на WhatsApp 2-3-0-6-1-91 Ну, может быть Начнем Да, начнем Ну, кстати, вы сказали о фестивале, да Орган вечера в Кусково Который проводится с 25 мая по 31 августа в Москве И сегодня там выступает наша замечательная Анастасия Лебедянцева Которая, по идее, коренная москвичка Но уже 7 лет живет в Латвии Она приглашенная солистка латвийского оперного театра и литовского И недавно была, кстати Да, кстати, была недавно на передаче И она сегодня будет петь русскую музыку и европейскую духовную музыку с органисткой Олесь Кравченко Такой вот у нас культурный мост, получается, Анастасия Лебедянцева в Москве А я, наконец-то, в Риге Ну, на самом деле, опять предстоят гастроли И я уже к нашему слушателю вернусь в сентябре И потом уже окончательно в октябре, когда, наконец-то, можно будет осесть дома И спокойно работать и играть концерты в Риге Но ведь это всегда, мне кажется, жизнь музыкантов, она связана с переездами, с гастролями, концертами Да, концерт концертирующего музыканта, да И вот всегда интересен выбор Как делает музыкант, окончив Московскую консерваторию по классу фортепиано И на минуточку у знаменитой пианистки Лисо Версаладзе Как был сделан выбор пройти не по концертному направлению, а фактически в педагогику и организацию Ведь наш гость сегодня Артур Цингуев, выпускник Московской консерватории, который обучался у Лисо Версаладзе И, более того, окончил еще и аспирантуру там Как вы сделали такой выбор? Ну, я считаю, что когда что-то начинаешь, то надо это и заканчивать И поэтому, поступив в консерваторию, было абсолютно логично, что нужно ее закончить Тем более, это была очень большая честь учиться Лисо Константиновны И была цель закончить золотую медаль, за которую я очень рад Ну и дальше была возможность учиться в аспирантуре, куда я поступил Ну и, соответственно, тоже надо было закончить У вас прям золотая медаль или красный диплом? Ну, считается, у меня золотая медаль такая небольшая и красный диплом заодно Фантастика! Я просто, к своему стыду, у меня два синих диплома При этом, там, из одной единственной четверки Мне поставили по педпрактике, представляете, по педпрактике А сейчас есть возможность продолжать педагогическую деятельность Думаю так, вот по педпрактике четыре И я не видела, что... Ничего, ничего, я тоже получил в свое время по одному предмету вообще три балла А потом я его преподавал Да, и, конечно, всегда интересен выбор музыканта В каком направлении пойти Ведь та же Ильисовер Саладзе Она совмещает концертную деятельность с педагогической Но это огромный титанический труд Потому что, на самом деле, эти направления настолько разные Что это кажется, что одно и то же Играть на фортепиано и преподавать фортепиано А вот у вас, фактически, вы сейчас больше развиваетесь как организатор Или педагогическая деятельность у вас также есть? Ну, на данный момент в ноябре будет уже три года, как я руковожу Балдарайской музыкальной художественной школой Да, поэтому, конечно, организаторство вышло на первый план Но также я параллельно веду педагогическую деятельность И преподаю ее в школе, и мастер-классы И ко мне приходят на консультации Потому что, конечно, вот этот багаж, знания, которые я приобрел в Москве Это, наверное, очень такой серьезный фундамент Потому что, несмотря на то, что сейчас моя личная концертная деятельность Не очень регулярная Но периодами бывают какие-то приглашения То, учитывая, что сейчас просто нет такой физической возможности каждый день заниматься Я довольно быстро вхожу в форму и способен выступать То есть это для меня самого удивительно Насколько лет это еще может так продлиться Конечно, хотелось бы... Долгие годы успешных репетиций Сколько вы занимались, когда учились, например Вы же в Дзинтере, в Дарзене учились? В Дарзене, да В Дарзене, ну, конечно, ты занимаешься все свое свободное время от школы Ну, свободное сколько? Не идете гулять? И сколько вы занимались в школе? Ну, каждый вечер, это было до 10 вечера Уроки заканчивались, ну, как в каком классе Там в 4, в 5 И потом за фортепиано То есть фактически ничего другого и не было То есть учеба, занятия И посещение концертов в то время довольно активно В отличие от того, как я сегодня посещаю Ну, наверное, это происходит определенное перегорание Потому что я помню, когда училась тоже в консерватории Я каждый день ходила в большой зал консерватории Нас пускали студентов бесплатно А потом, более того, я была в экспертном совете золотой маски И 2 года отсматривала более 100 спектаклей за год Представляете, какой объем? А потом, получается, 5 лет я вообще не ходила на концерты Может быть, у вас та же самая история, что вы немного перегорели Потому что наверняка в Москве вы тоже много посещали концертов Да, конечно, в Москве часто посещал концерты И, конечно, там учебная нагрузка была большая Но все-таки не такая, как когда у тебя общеобразовательная еще школа Поэтому времени для занятий получается гораздо больше И иногда даже были дни свободные, без лекций И поэтому, фактически, ну, я не из тех, которые считают часы Но некоторые любят, да, спросить Ну, вот именно, возможно, количество часов, сколько ты занимался Но, в принципе, первые 3 года Ну, трудно сказать В среднем это 8-10 часов в день, конечно, было Потому что, когда я приехал в массовскую консерваторию То я понимал, что мне надо очень много чего наверстать По сравнению с тем, что было в Латвии Да, так получилось, что мы в один год поступали 4 пианиста Это очень много Из Латвии? Нет, не из Латвии Из Латвии там... Нет, из Латвии в то время... То есть, пианистов никто не учился Пианистов какой-то квоти, да? Да, тогда был довольно долгий перерыв Как-то так получилось Но, на самом деле, это так с течением обстоятельств Что получилась Московская консерватория Потому что последние годы учебы в Дарзене школе Я довольно активно посещал мастер-классы Ездил по миру и к Лазеру Берману И к Владимиру Крайневу И к разным европейским мэтрам И моя цель была найти моего гуру То есть, не к тому, у которого получилось бы учиться По стечению обстоятельств Или, может быть, который, с одной стороны, может быть, и сам Меня приглашал в свой класс Но у того, которого я очень сильно хотел бы учиться И так получилось, что я абсолютно нечаянно попал К Лису Константинову Я играл в испанскую рапсодию листа в то время У меня была ее запись И в разговоре с одним педагогом Просто вот как-то начали говорить про Лису Константинову Которое даже мне в голову не могло прийти Что я однажды буду заниматься ее в классе А как это вот происходит? Как человек понимает, что да, вот это мой учитель? Ну, я думаю, это сила личности и харизма То есть, то, как я это чувствовал Я потом это подтвердил на личном общении с Лису Константиновым Это человек, который, в отличие от законов сегодняшнего рынка Никогда не занимался личным пиаром Никогда не думал, что о нем думают Никогда, в общем, не заботился о всем тем О чем заботится сегодня нынешний маркетинг Вот, что тоже, конечно, дело нужное Но просто она всегда и была очень важна сохранить себя Как мы знаем, тоже в мире искусства Тоже есть разные, как бы, там, кланы Разные дружбы, недружбы Она всегда была такой, как айсберг Такая айсберг сама по себе И очень просто сильная личность И, конечно, то, как она выступает на концертах Это просто, ну, нету слов Да, потому что бывают концерты, когда просто ты не понимаешь Каким образом накатываются слезы на глаза Что абсолютно неконтролируемые эмоции И потом на следующий день ты уже с 9 утра занимаешься с ней в классе Массовской консерватории, где преподавал и профессорный Гаусс И разные большие личности И это, конечно, вот в совокупности Это ты просто понимаешь, что, ну, тебе очень сильно повезло Но возвращаясь к тому, что мне надо было себя доказать Потому что мы поступали четверо И, да, в то время я не был в такой форме Чтобы, может быть, меня очень приглашали бы заниматься То есть мне надо было очень много приложить усилий К тому, чтобы все-таки себя доказать И как комплимент я воспринял, когда был цикл 32 соната Бетховена Мы играли в классе все пианисты И мне задали 101-й опус, 28-ю сонату И это одна из самых сложных сонат вообще из последних И в то время Лисо Константин сказал, что Ну, она считает, что это самая сложная соната То есть я в тот момент почувствовал, что это Большой комплимент в мой адрес, раз мне доверили такое произведение Вы имеете в виду 4 пианиста именно в классе Лисо Константина? Именно на первый курс Именно на первый курс, да Да, то есть в среднем, ну, в районе, сейчас трудно сказать, в районе где-то 15 пианистов Да, 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 то есть в конкурсе в Московскую консерваторию у пианистов самый высокий Доходит до 20 человек на одно место И поступить в Московскую консерваторию – это действительно высшая планка Вот именно на фортепианный факультет Это считается элитой Это высшая планка, которая есть и в России, и, в принципе, в Европе Поступить везде, даже в самый престижный вуз в Европе В Германии, во Франции, в Англии Легче, чем поступить вот именно в Московскую консерваторию Туда съезжаются как будто все самые сливки Ну, вот мы говорили с Артуром до эфира, что 40 было выпускников в тот год И вот получается ведь, что у всех по-разному все-таки складываются Ну, вот, казалось бы, все сильные, яркие личности А вот как получается, как складывается потом жизнь после консерватории Вот как проложить дорогу, найти свой путь? Не затеряться вот Ну, я думаю, что рецепта нету Очень много определяют случаи в том числе Потому что, я думаю, что больше или меньше Каждый из выпускников был очень целеустремленный Раз он это все выдержал и закончил Вот, но, конечно, конкурс это один путь Может быть, в то время он был более реальный И на сегодняшний день конкурсы, несмотря какие, конечно, да Но я знаю своих коллег, которые первые премии берут И потом, как бы, карьера не развивается И бывает даже так, что даже за первую премию Тебе потом не приходит гонорар Да, то есть, поэтому разные бывают истории Но трудно сказать То есть, я думаю, что тут рецепта нет Тут вопрос личной мотивации Любви к музыке, возможностей Но, конечно, рано или поздно После того, как ты переключаешься Со статуса студента в реальную жизнь Вплываешь То понятно, что реальная жизнь диктует свои правила Поэтому, вот, да Сейчас у нас небольшой перерыв После чего мы обязательно продолжим нашу беседу Я напомню, что это культурная среда Елена Привалова-Эпштейн, Артур Цингуев В нашей студии Продолжается программа Культурная среда Елена Привалова-Эпштейн, Артур Цингуев Сегодня у нас в студии И, может быть, ну, пришло время Познакомить наших слушателей С программой мероприятий Что на этой неделе? На самом деле, душа радуется Обилию мероприятий Которые есть в Риге И в Юрмале На самом деле, наверное, в ближайшем Нам нужно уже будет Наверняка нас слушает и в Даугов Пилси, и в Энспилси И стоит рассказывать о тех мероприятиях Которые проводятся там Но это будет в будущем Пока все-таки мы рассказываем О том, что происходит в Риге И в Юрмале А мероприятий очень много И очень много интересных 22 августа, уже завтра Прекрасная опера «Набука» В оперном театре Я сама бывала на этом спектакле И хочу сказать, что это Одна из лучших постановок Нашего оперного театра Прекрасные певцы, солисты И хотя это не самая яркая опера Джузеппе Верди Тем не менее, музыка прекрасная Очень много великолепных хоров И наш театр справляется с постановкой На все пять баллов По пятибалльной системе В этот же день С программой «Ава Мария» Которая проходит фактически Наверное, все лето Ольга Пятигорская и Йоланта Баринская Исполняют в церкви Святого Иоанна Яне Базница И я удивилась даже Что вот эта программа «Ава Мария» Она как начинается Где-то с апреля или с мая И вот почти каждую неделю На протяжении всего лета Мы даже хотели пригласить Ольгу Пятигорскую к нам В эфир и узнать Как формируется эта программа Действительно ли это всегда разные арии Есть какой-то костяк Или прочее И вот хотел как раз спросить у Артура Как вы относитесь Вот к таким программам Когда музыкант Исполняет Фактически как бы Одну программу Ну даже в разных местах Или в одном месте Вот что вы думаете По этому поводу Безотносительно К нашим исполнителям Которые исполняют программу Вот это Ну есть знаменитый пианист Соколов Который тоже выступает Часто с одной программой А потом переходит на другую Я думаю что Я думаю что это совершенно Здоровая практика Совершенно Мне кажется Это даже интересно Бывает порой послушать Одну и ту же программу В разные дни Потому что есть Вот у меня друзья Которые Не связаны с классической музыкой Они говорят Ну как Ну ты же играешь То что написано В нотах И это играет Тоже кто-то еще другой Но это настолько По-разному звучит У разных исполнителей И даже по-разному звучит У одних и тех же исполнителей Потому что Все влияет Атмосфера То какая погода То как ты спал И так далее И тому подобное Поэтому Это интересно Иногда бывает Я знаю что Например Даже у знаменитых пианистов Которые играют Порой одну и ту же программу Концерты бывают Совершенно разные Более того Спектакль Вот Поэтому это всегда Интрига Интересно Я почему задала этот вопрос Потому что Помимо Авы Марии У нас постоянно Повторяется программа Антонио Вивальди Времена года В которой Кстати уже участвую я сама И это также В церкви Святого Иоанна Яне Базница В старой Риге И солирует будет Первый Концертмейстер Первых скрипок Симфонического оркестра Латвийской оперы Юрий Савкин Известный нашим Слушателем И Виолончелистка Ирина Валикжанина Которая Также Окончила Московскую Консерваторию И является Завкафедрой В Балдырайской Музыкальной школе Ну как я уже сказала Что это В программе У нас Антонио Вивальди Мы эту программу Играли 13 апреля В этой же церкви И месяц назад В Гертруде И нам интересно было Придут ли нас Еще раз Послушать Спустя месяц В церкви Святого Иоанна И конечно же Все время Звучит по-разному И вот то Что программа Ава Мария Ольга Пятигорская И Иоанн Табаринский Исполняется Это всегда Включает Во-первых Новые произведения И это всегда Звучит по-новому Но тем не менее Это шедевры Классической музыки И вот как я уже сказала 23 августа В пятницу Будет Антонио Вивальди В которой принимает Участие Виолончелистка Ирина Валикжанина И она является Завкафедрой В Балдырайской Музыкальной школе И я предлагаю Поговорить немного Именно об этой школе Которая мне кажется Выходит уже На совершенно другой уровень Благодаря Изменившемуся менеджменту Именно Три года назад Пришел Новый директор В Балдырайскую школу А именно Артур Ценгуев Гость нашей программы Расскажите Что изменилось За эти три года Какие у вас Новые мероприятия И что предстоит Еще в музыкальной школе Я знаю Что у вас будет Дополнительный набор Да Традиционно В конце августа Производится Тоже дополнительный набор Который будет Происходить В этом году 29 августа Вся информация Есть на нашем сайте БММС.ЛВ 28 августа С 4 до 7 Можно прийти В школу Познакомиться С разными инструментами Программами То есть День открытых дверей День открытых дверей 28 августа 28 августа Да С 4 до 7 Когда можно И прийти И написать заявление Потому что На следующий день Будет уже Мы будем Детей слушать В определенном порядке А детей Какого возраста Вы приглашаете Все зависит Все зависит От того На каком инструменте Ребенок хочет играть Иногда бывает Что хочет заниматься музыкой Но не знает На каком инструменте Поэтому есть Вот Прослушивание Где мы слушаем Насколько Ребенку Способны Способны К ритму К разным Мелодиям Повторяниям И физиология Тоже играет роль Да Например Игря на разных инструментах К примеру Чтобы играть Духовые инструменты Желательно Чтобы уже Была бы смена зубов К примеру Да То есть Разная есть специфика Которую мы уже смотрим При встрече С ребенком И поэтому Очень Мне кажется Важно Тоже прийти На Ознакомление С программами 28 Потому что Можно познакомиться И с педагогом Что очень важно Да Когда ты уже видишь Что гитару преподает Вот такое Вот учитель И ты хотел бы К примеру У него учиться Или ты хотя бы А это будут какой-то Мини-концерты То есть Педагоги будут что-то играть Или это просто беседа Нет Это будет беседа В основном Дети приходят И уже знают Что они хотят играть На ударных Например Конечно Реже они приходят И говорят Что они хотят играть На фаготе Но У них есть возможность Посмотреть Пощупать Послушать этот инструмент Да Вблизи И таким образом Тоже решить На чем же Они хотели бы С какого возраста Например С пяти лет С десяти лет Значит В первый класс Мы имеем право Брать детей Которые уже Пойдут в первый класс В общеобразовательной школе Это семь лет Это семь лет Да На подготовку Могут приходить Уже пяти-шестилетние В нашей школе Есть и музыкальное Художественное отделение Но также Есть отдел Современной Ритминической музыки То есть Как будто Поп-отделение Этим Наша школа Отличается От других Ритмических школ Потому что Это Такого рода Профессиональном образовании Единственная программа В Риге Они есть еще В Латвии В других местах Но В Риге Со скольки лет Вы берете В эту ритмическую Ритмическую группу Ритмическая тоже Семи лет Но туда бывает Что дети приходят И попозже Когда они решают Что они хотят играть Предположим На гитаре Или на саксофоне А саксофон как раз таки Это инструменты попозже Да? То есть могут Со скольки лет Например Вот Самое позднее Какого ребенка Вы можете принять? Очень зависит От физиологии Во-первых Самое позднее Трудно Мы должны Наша программа идет Параллельно Общеобразовательной школе Да? То есть вот это критерии Которые могут Сколько лет обучаться В музыкальной школе? Духовое отделение И ударное 6 лет И фортепиано 8 лет Есть возможность Продлить еще на 1 год Также и фортепиано Струнное То есть Взять дополнительный год И Также и у духовых ударов То есть фактически Если ребенок Хочет спать На духовые инструменты Это может быть Например 8 и 9 лет И даже 10 Наверное Да Это как раз таки И потом Как я уже говорил Что физиология Играет большую роль Потому что Дети разные Бывают в разном возрасте То есть акселерация Происходит по-разному Поэтому такого строго Что это именно Духовые мы только С 9 лет берем Такого нет Это надо очень Ну это понятно То есть очень индивидуально смотреть А берете ли вы малышей Например С 4 лет Вот в эти подготовительные Ну в подготовительные Мы стараемся У нас 5 и 6 Когда То есть у них Получается Плюс-минус год До поступления Я знаю что во многих школах В России Идет борьба за детей Конечно первое дело Отбирают пианистов И скрипачей Есть у вас такая борьба В музыкальной школе Когда педагог смотрит ребенка Видит абсолютный слух Прекрасные пальцы Там или для фортепиано Или как говорят там Хорошие подушечки для скрипки Подушечки пальцев Для скрипки Для виолончели Есть у вас такая борьба Но не без этого Конечно А если дети Например Ну вот уже в возрасте Может быть чуть более подростковым Интересуются популярной музыкой Ну действительно Вот гитары Например ударные Но вот он Планирует связать Все таки Дальше Судьбу не с классической А с популярной музыкой Вот насколько Это возможно Нужно ли Это образование Ну я думаю Что Это образование Никак не может помешать Потому что Уже Давно доказано Что Музыка Это только позитив Это только плюс Для детского развития Который развивает И одно И другое полушарие Поэтому Я думаю Что это прекрасное Время преповождения Не обязательно Всем стать Пианистами Или трубачами Или гитаристами Даже Но я думаю Что Это определенная база Основа Которая закладывается В детстве На всю жизнь Ну В том числе Для того Чтобы Вырастало бы Культурное общество Которое посещало Оперные Классические концерты И в том числе Когда Мы знаем Что Популярная музыка В этом смысле Имеет свой перевес В том числе Когда Дети Или уже взрослые Идут на эти концерты Они уже гораздо лучше Разбираются И в популярной музыке Понимая Как звучит Или как Чисто технически Играется гитара Или ударный Или вообще Что такое Ритм Ноты И в каком Году родился Бетхулин Насколько я знаю У вас в школе Есть даже И так называемое Эстрадное отделение Да Ну вот Эстрадное отделение Оно вот С мозга Ритма музыки Оно так и переводится Как бы Ритмы современной Современной музыки Да Ритмы современной музыки А вот В принципе Ребенок вырос В школу не ходил В 12-13 лет Захотел заниматься музыкой Есть ли у вас Какие-то программы В школе Чтобы прийти Именно в таком возрасте И обучаться Отдельных Программ Таких нету Опять же Бывает Что приходит Способный ребенок Он очень хочет И бывает Что он уже Частным образом Занимался на каком-то Инструменте И тогда Мы слушаем ребенка Смотрим его возможности И бывает Что мы берем На какой-то Определенный класс И он Догоняет таким образом Что он в год Делает как бы Как два класса То есть Экстерно Да То есть таким образом Как бы Конечно это исключение Это зависит от Конкретного ребенка И случая Но такие случаи бывают У вас школа Государственная И насколько я знаю Достаточно гуманная Стоимость обучения Сколько в месяц Стоит Это называется Лид финанс То есть как бы Получается Суфинансирование Суфинансирование Да Это 15 евро в месяц Представляете Всего 15 евро в месяц Обучаться в прекрасной школе Где преподают Выпускники Московской консерватории На минуточку И платить Всего 15 евро в месяц При этом По рыночной стоимости Латвии Один час Педагога Стоит 15 евро Если захотеть Заниматься частным образом А в Балдырайской школе Это конечно Нам кажется сейчас Что это Безумно далеко А в то же время Это районы Которые рядом И с Эльдюциэмсом И с Имантой Ну и во-первых Это Балдырай Целый огромный район Где можно приобщаться К высокому Всего за 15 евро Мне кажется Что каждого ребенка Надо отдать В принципе В музыкальную школу Или на ритмический класс Не важно на какой Пойти играть на флейте На саксофоне На гитаре На скрипке Все специальности Представлены Да у вас То есть и фортепиано Я думаю Что очень еще важно Для детей Это коллективное музицирование Это то Когда они играют В маленьких ансамблях И это доходит до оркестров То есть у нас есть И духовой оркестр И камерный оркестр И это конечно Очень интересно Когда дирижер Когда они Это круг общения определенный Это поездки Выступления где-то Выступления Более того Конечно же Это идет выступление Расскажите Куда в этом году Ездил оркестр На разные праздники У нас есть сотрудничество Между разными странами Между Эстонией И Турцией тоже И у нас есть Разные международные проекты Которые раз в три года Проходят в разных странах Вот в этом году Вы ездили в Германию Да Оркестр Камерный оркестр Болдырайской школы Ездил в Германию Выступал И мне кажется Что это дополнительный стимул Для детей Это была очень интересная поездка Да После которой Уже напоминать Про оркестр Не надо было Потому что дети Уже очень Сами хотели И ждут уже следующую поездку Потому что часто оркестр Например в той же Московской консерватории Это как Такая Обязаловка Которую всеми силами Пытаются пропустить Но когда есть поездки Когда есть выступления Когда ребенок Выходит на сцену Во-первых С педагогом То есть Все равно Костяк Вот таких Ученических оркестров Составляют педагоги Школы И оркестр Звучит на определенном Профессиональном уровне И когда он это слышит И когда слышат Это его родители Мне кажется Это какое-то определенное Магическое действие Артур А вот у вас Личный опыт Игры в оркестре Или сольной игры Насколько это Насколько это Разные ощущения Насколько это Для музыканта Может быть Как это воспринимают Музыканты Лично Ну Я думаю Что игру с оркестром Можно приравнять Двумя образами С одной стороны Это когда ты солист И когда ты Единственный оркестр Вокруг тебя Но для меня Это как Камерная музыка Если мы называем Камерная музыка Это уже Дуэты, трио И так далее С большими ансамблями То это вот Как такой большой-большой Ансамбль Который состоит Из очень много Разных инструментов С которыми Ты вместе музыцируешь Понятно Что есть места Где ты солируешь Но также В фортепианных концертах Есть места Где ты аккомпанируешь Оркестр И поэтому Это очень такая Мне кажется Интересная Масштабная Форма камерного Музыцирования Кстати Именно такая форма Преобладает На прекрасном фестивале Рига Юрмала Который радует нас Уже третью неделю И этот фестиваль Проводится в Дзинтере В малом зале И в большом зале И у меня Как музыканта Просто дух захватывает От концертной афиши От представителей Фортепианной школы От симфонических Оркестров Это действительно Можно сказать Сливки музыкального Как говорят Эстеблишмента То есть И в эти выходные Будет выступать Израильский симфонический Оркестр Дирижировать будет Зубин Мета Прекрасный оркестр Прекрасный Дирижер И Этот фестиваль Еще представлен Очень яркими Пианистами И вот я хотела У Артура Как самого пианиста Спросить Как вам Вот эта идея Сочетание То есть Сочетание Количества Пианистов В фестивале Не хотелось бы Включить Еще побольше Виолончелистов Скрипачей Как вам Вот сам этот фестиваль Расскажите С точки зрения Именно пианиста Ну я думаю Что там Есть отдельный Акцент Как раз таки На молодое поколение Пианистов Которые уже сегодня Конечно Очень знамениты Но которые Как бы Будет дальше Следующая такая Если можно сказать Смена Поколения Уже концертирующих Музыкантов Во всем мире Я думаю Что это очень Осознанный такой ход Именно собрать Ну Если можно сказать Лучших Но что значит Музыки лучших Это конечно Очень сложно Объяснить Может быть С таких Более Громких И более Известных Имен И конечно Это Определенным Образом Вырисовывает Вырисовывает Образ И уровень Фестиваля Конечно Вы как-то Сказали Что сейчас Редко Ходите на концерты А есть ли Какой-то Пианист Кроме Лисо Константина Версаладзе Который Конечно Когда приедет В Ригу Я думаю Что вы будете Первым Кто купит Билет И Есть ли Какой-то Исполнитель Ну Пианист В данном Случае На кого Вы пойдете В любом Случае Даже При Чудовищной Занятости Ну Дело Дело Даже Не столько В занятости В плане Моего Посещения Концертов Сколько В свое Время Я посещал Очень много И Вывод Который Я пришел Что Я себе Начал Сдавать Вопрос Ради Чего Я Прихожу На Концерт Ну Я Не Прихожу На Концерт Послушать Музыку Просто Как бы Ознакомиться С ней Я с ней Мог бы Ознакомиться И В Ютубе Я Прихожу На Концерт За Эмоциями Эмоции Мог быть Разные За Впечатления Прихожу На Концерт И К сожалению На Меня Очень Редко Даже Именитые Музыканты Почему-то Производили Впечатления Именно Вот В этом В этом Плане И поэтому Просто Это Как-то Постепенно Естественно Стало Меньше И меньше Вот Но На имена Которые Я Планирую Идти Это Пианист Пирай Который Планирует сюда Приехать И Вы пойдете 24 августа Да Как раз 24 августа В Дзинтере Фестиваль Рига Юрмала И там будет Мишель Пирай И Израильский Симфонический Оркестр А что будет играть Мишель? Вот я Честно Даже программу Не смотрел Я Я не тот Который Идет На программу Потому что Я иду 25 Где будет играть Другая пианистка Японская Или Китайская Китайская И Я даже Не выговорю Имя И будет играть Израильский Симфонический Оркестр Я иду именно На Израильский Симфонический Оркестр Для меня Это Первостепенно И Совершенно Удивилась Когда опять Увидела Берлиоса И Фантастическая Симфония Это Наверное Единственная симфония Которая служила Уже Огромное Количество Раз Из раза В раз И вот Та же самая История У нас С Артуром Цингуем Которая идет Просто на Исполнителей Просто на Пианисты И Оркестр Кстати Я хотела бы Сказать Что в этот же день Фестиваль Проводит Два концерта В день То есть Днем Камерный Зал И там Будет выступать 24 Денис Кожухин С очень Интересной Программой Вот на мой взгляд И Незаезженный И вот сейчас мы узнаем Такого же мнения Придерживается Наш пианист Феликс Мендельсон Песни без слов Эдвард Грик Лирические пьесы И Джордж Гершвин Рапсодия В стиле блюз Вот Насколько Эти произведения Исполняемы Или неисполняемы Вот на ваш взгляд Ну Гершвин Конечно Это из золотого Репертуара Но что касается Мендельсона И Грига То конечно Это не заезженный Репертуар Хотя Можно было бы сказать Что это школьный Репертуар Сравнительно Да Но понимаете У Арво Пиарта Тоже три ноты В произведениях Но вопрос Что не в этом Сложность Нажать их можно Почему Вот эти композиторы То есть Их исполняют Поголовно В репертуаре Музыкальной школы Наверняка И в вашей Балдерайской Музыкальной школе Это основа Репертуара Грик и Мендельсон Фортепианного Почему Эти композиторы Выходят Из репертуара Уже маститых Маститых пианистов Профессионалов То есть С чем это связано На ваш взгляд Ну можно привести Такой пример Как лунную сонату Которую тоже Может быть Играют В детских музыкальных Школах Ну я играю Все Даже в репертуарах Но что интересно Что Именитые пианисты Сравнительно И это играют Редко Потому что Если ты приходишь К таким знаменитым Произведением То ты уже Должен Идти Объединенно Со своей интерпретацией То что касается Сложное Или легко Я думаю Что определенный Период Развития Музыканта Сначала Есть более Легкие В смысле техническом Плане Произведения И потом Они становятся Все более Сложные И потом Все же В нашей жизни Идет по кругу Потом Когда ты уже Мастер Своего дела И у технических Сложностей Как таковых Как бы Нету То ты уже Можешь с другим Взглядом Возвращаться К репертуару Который якобы Легкий Но легкий Это Ну в техническом Плане Сколько Там они Достаточно Виртуозные Тоже Эти пьесы И у Мендельсона Очень много Сложных У Мендельсона Он вообще Очень любит Виртуозность Да Филиграмная Техника В этом плане Но то что касается Если возвращаться Про то что Репертуар музыкальной школы То это даже Очень интересно Бывает Когда это Играют Именитые музыканты Потому что Именно как Как они На эту музыку Послуживают Например Времена года В исполнении Михаила Плетневого Да То есть Во времена года Цикл фортепиано Это как раз Только Считается чисто Училищным Или школьным Репертуаром Ну что же У нас на самом деле К сожалению К сожалению Как всегда Пробежало время Очень быстро И программа Культурная среда Завершается Я напомню Что сегодня В нашей студии Был Артур Цингоев И музыкант И директор Балдарайской школы И организатор концерта Спасибо вам большое Елена Привалова Эпштейн Также До новых встреч Спасибо Спасибо